Идеальный результат операции Идеальный результат операции закладывается на первой консультации с пациентом. И если мы поняли друг друга, человек доверил мне свое здоровье, свое лицо, в таких ситуациях, и он поверил в меня, в таких ситуациях будет гармоничный и хороший результат, удовлетворяющий и пациента, и меня. Если представления о результатах у пациента до прихода в этот кабинет были свои, а у меня свои, и мы друг друга не поняли, могут быть диссонансы. Опять же обращаю внимание, что хирурги не волшебники. Мы не можем сделать больше и лучше, чем Господь Бог. Это нереально, невозможно. Мы можем убрать какие-то морщинки, что-то, какое-то опущение. Но я не могу поменять новую кожу человека на новую. На сегодняшний момент мы это не можем делать. Это только эксперименты. На сегодняшний день в мире где-то что-то производится. Мы что-то можем, опять же, о лице говорить. Я своим пациентам говорю, что листочки пожелтели, но не отпали. Моя задача их подкрасить. Они когда-то все равно отпадут. Вот невозможно лето быть вечным. В каких-то странах есть это вечно зеленое все, но тем не менее цветение, увядание – это нормально. Время вспять мы не вернем. Мы можем отыграть у природы определенное количество лет. 7, 10, 12 лет. На 20 лет никаких гарантий, результатов, никакой операции ни у кого нет. 20 лет назад человек выглядел так, сегодня он вот такой. Мы сделали какую-то коррекцию. Через 20 лет он будет выглядеть лучше, если бы мы не делали ничего. Но уже не идеально. Ряд пациентов у меня приходит на фейслифт повторно. Повторно приходит примерно где-то через 10, 12, 14 лет. Таких уже набралось порядка человек 60. Они счастливы, довольны. Меня это радует. Это как раз тот идеальный вариант, к которому я стремлюсь. На всю жизнь это сделать невозможно. И омолодеть человека так, чтобы он выглядел на 20 лет моложе. Тоже я это не могу и никогда не обещаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова